здравствуйте господа последний день воскресное лето 29 августа вчера нас тут одними из самых последних почти в час ночи кое-как поставили раком боком и слава богу чтобы оставить это татарстан километра 8 надо павлинского кольца направо перестаньте не поеду я тут направо ехать туда опять в ремонт и разворачиваться есть он прерывистая линия на следующем повороте резко поверните на левую никаких вопросов вчера вот только сюда хватило и времени и силы здоровья доехать проедете 6,3 тяжеленький такой вчера деньочек был продуктивный в плане того что загрузились непродуктивный в плане того что видите как крымские моряки домой спешат сплошная не сплошная горько и сразу же опять с ремонта упираемся вот вот а в плане езды я вчера даже до меда не доехал где мед собираюсь забирать тут вот в октябрьском хотел до этого места уже доехать там либо забрать и дальше поехать если не поздно будет либо уже переночевать забрать и поехать по итогу ну что вчера когда здесь толкали сказали еще дальше здесь все стоит опять короче этот кусок дороги это вообще полная жизнь но именно в сторону Уфы в сторону Челябинска ой в сторону Самары вчера было все красиво ну здесь этот светофор вроде как не страшный если насколько ну метров четыреста наверное это ерунда да вот видите все смотри возвращается Свердловские номера Тюмень 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 Омск все отдохнувшие загоревшие едут дальше бабло зарабатывать назад возвращаются домой еще еще за баллами тоже вроде как там ремонты один или два в Александровке ну вот перед границей с Башкортостаном там еще не прилипнуть может сегодня с утра будет попроще ну что делать рабочий момент как-то не знаю спокойно относишься к этому смысл не вырвать какой никакого ничего от этого все равно не изменится причем от слова совсем поэтому ну получилось вчера так получилось еще сегодня мед заберем не испортится ну а по планам по планам я не знаю если на завтра курган там что-то они со шкварнями хотят в кургане сделать но говорят слегка болтаются шкварня что-то они там то ли подтянуть их то ли что ну в общем какие-то манипуляции с нашими шкварнями хотят сделать и что-то там меняли нам ремень меняли ролики ну шелестели уже ролики приватные и меняли ремень ну а здесь на ТО сказали что ремень старый и он уже подлежит замене вот и такой вопрос какие-то там еще я если честно как бы особо не вникал потому что курган курган скан я не был ни разу все там Михаил Владимирович его посещал они там уже знают обедом кормят постоянно вот посмотрим если на завтра курган запит ну мы записывать запишут сегодня еще вчера записано не было то наша задача сегодня 20 пройти урал и добежать до кургана байка задача выполнила я главное чтобы вот урал много времени не отнял тоже как пойдет что делать что в среду у нас по за ну по договоренности выгрузка матрасов в Новосибирске ну вот надо до среды Новосиба дочапать а выгрузка железа следующий понедельник 6 сентября ну а сегодня последнее воскресенье лето 2021 вот и лето прошло словно и не бывало ё-моё так быстро вообще даже как я не знаю куда эти дни несутся с такой скоростью у кого-нибудь есть логическое объяснение данному феномену ну да вот в Александровке еще ну тут тоже вроде как я так посмотрю что ну может километр даже наверное меньше то есть не критично не то что вчера было но время-времечка теряется теряется время-времечка вот так вот ну что делать рабочий момент куда делаться дороги-то надо иногда делать по 1270 километре уже давным-давно надо понять что не вот это вот что они строят для федеральных трасс во всяком случае до Урала все федеральные трассы мое мнение должны быть четырехполосные все для такого количества транспорта который здесь движется по ним это уже не актуально вот такая двухполоска должна быть четырехполосные должны быть полностью четырехполосные дороги от Москвы и во всех направлениях они просто физически не справляются с таким потоком транспорта а когда вот начинается еще вот это вот вот такие ремонты то это вообще ну наконец-то решили колейку разогнать с этим светофором поставить регулировщика конечно этого мало то что он здесь горит за раз пропустили всех и все enseful пусть люди едут да с нашей страны большая опять получается вон с стороны уфы fly нет практически никого Десяток машин А я уже час Еду, сколько я вам проехал 10 километров 15 Ну, если не ошибаюсь Это, по-моему, последний Не, может там дальше Еще будет Это в Татарии все В Татарстане последний Потому что там уже недалеко Скоро у нас уже пускай достаночная И сразу минус 2 часа Из рабочего времени Вычеркнем Все, как всегда На восток часы воруются Ну вот, наконец-то Мы добрались До Башкортостана, до моста 2 часа Город Октябрьский Сейчас будем майковать Чтобы Встретиться Сделать наши дела Запланированные Пашкортостан Плюс 2 Прикольно, да? Еще до Уфы Отсюда километров 150, наверное Все, вот она Река Ик Что заросла Сейчас смотрю Обмелевшая Вся травой покрыта Так, итого Время Здесь минут 12 Ой, как тут Потрясывает все Красивая не ставь Здесь Очень красивая Красивая Вообще Такая Ну, природа Здесь В этой республике Шикарная С холма Станешь Какой-то Какой-нибудь Батыр Смотришь Вниз На красоту Созданную Столетиями О, братцы Смотрите Какая красота 5 литров Чистейшего Липого Цветочного Меда Красота А запах Все Ставим Багапа В этот сам В бардачок Поставим В боковой Чудо Вот у нас Место есть, да Для медика Не, надо По-другому Надо его туда Дальше Внутрь засунуть Ну все Медик Упаковали Теперь Можно Спокойно Ехать Если Дорога Позволит В плане Без остановок До Обеда Китайская Траска Китайская Колонна Длинные Это те Которые На Китай Чапают Те Те Что покороче Те Те Что в стандарте Те На Европу А те Что длинненькие За счет Кубатуры На восток На Китай Бегают Расход Расходик Подрос У нас Уже 31,6 Нет Мы еще Даже До Урала Не добрались Ремонт И подъемы Горки Все это Сказывается И плюс 22 Даже Может быть Нет 22 Больше Тут не будет 22 Где-то Мы Тащим Если я не ошибаюсь На этом подъеме Есть вода Источник Что здесь написано А нет Это кафе Надо Да Водные запасы Пополнять Водички У нас Осталось Литров 5 В канистре Может Литра 2 Вот вода Между вору Что есть Пойдем Мы сейчас Здесь все Зальем Я помню Что Видел Вот такие Должны быть Федеральные Трассы Вот Как отсюда До уфы Три полосы Конечно Может быть И не обязательно Близи крупных городов Да А вот Именно Сама по себе Должна быть Обязательно Четырехполосная Насколько Насколько Будет Проще И Быстрее И Безопаснее Потому что Сейчас Ехали Ну Стал Там Этот Как они Газовщики Камаз Трехвост И Цаня Там Эту Будку За собой И все И Колейку Забрал За собой Понятно Ему Ехать Надо Ему Тоже Нужно Везти Эту Будку Там Что Они Там Добывают Нефть Или Газ Или Что Они Там Роют В этой Земле Но Сам Факт А Так Он Поехал И Начинает Обгонять Начинает Кто-то В лоб Лететь Кто-то Что Из-за Этого Все Происходит Очень Много Аварий Из-за Этой Инфраструктуры Что Дороги Уже Просто Они Не Соответствуют Уровню Количество Транспорта Уровню Перевозок Да И Вообще Количество Транспорта На Дороге Когда Раньше Все Ехали 40-50 Км Час Так Все И Ехали Легковушки Обгоняли Так А сколько Там Того Транспорта Было На Дорогах А Сейчас Посмотрите Что Делается День И Ночь Сплошной Поток Что В одну Сторону Во вторую Естественно На Дороге Не Справляется Лично Мое Мнение Мне Кажется Оно Правильное Придем Когда Нибудь К Должны Прийти Не Обязательно Допустим Если Драть На Восток То Строить Ее Полностью Всю Ну Вот До Урала И Урал До Челябинска Однозначно Нужна Четырех Полос Дальше Уже Там Ну Как Бы Конечно Если Она Будет То Будет Хорошо Особенно В районе Крупных Городов Но Она Не так Критична А Здесь Вот Эта Европейская Часть России Здесь Все Крупные Федеральные Трассы Должны Быть Вот Такими Они Должны И Аварии Будет Меньше И Смертей Будет Меньше И Пофилософствовали Поумничали Теперь Едем Блин Время Уже Час Дня Мы Еще Туф Не Доехали Обалдеть Куда Я сегодня Попадал Еще Урал Впереди Хребет Уральский Уфа На холме Вдалеке Просто Великолепно У нас Этот Скани Делка Знаете Так Вот Теперь пути Знаете Другой Удоблем Другой Барь Власкание Уфа Теперь Столоскание Делка Если Вы найдете Другую Машину То Это Видите Даже Они Даже Здесь Все Стоят Потому Что Они Там Все Не Вмещаются Видите На стоянке Другую Машину Я Нет Одно Делка Больше Никого Правильно Такой Парк Надо Обслуживать Где-то Вот Они Все Сюда И Едут Хотя Работает Круглосуточно Но Если Вы Захотите Сюда Приехать Вряд ли Вы Где-нибудь Влезете Потому Что Тут Уже Расписано Все Я Думаю На Неделе А то И На Месяце Вперед Наконец-то Мы Почти До Уфы Добрались Сейчас Пойдем 31,7 Вот Сейчас Поднялся Расход Интересно Когда мы Дуральский Хребет Перевалим Как Вы Думаете Какой Расход Будет 33 Или Больше Как-то Свыше 33 Не Хотелось Бо Его Поднимать Не Все От Нас Зависит Поток Идет Большой День Ночью Надо На ночь Не Попались Попал бы Ночью Я бы Пошел Урал Проехал бы Ночью Спокойно Никто Тебе Не мешает А сейчас Хорошо Если Часов Шесть На него Отдашь Это Хорошо Если Шесть Вот мы Посмотрим Чё по времени Чё по топливу У нас займет Ну еще Надо Где-то Возвать Обед Война Войной Обед По расписанию Где-нибудь Перед Самыми Горами Или Или уже Может быть Там В горах На свежем воздухе Короче Посмотрим Где Где Застанет Время Там Мы будем Дальше 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 Продолжение следует... 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 вроде пока наши матрасы нигде сильно-то и не вылезли так здесь вот чуть-чуть это даже она и она и незаметно чуть-чуть вот небольшой бугорочек с этой стороны тоже все четко что откроем процент если не утром не открывал боялся что увидите не и дальше открывать не буду то его не закрою естественно они завалили саму собой это нормально закрыл все больше мы прицеп не открываем до самого на сибирска все будем смотреть по нагрузке на ось на вторую на компьютере если тут тут вы не дай бог пойдет весь он пойдет он тут и два трассы спереди продырявит там будет полная жесть потому что где-то вот так же свободно и верхняя это пачка здесь они тоже матрасов этих напихали ой будем надеяться что вот хорошо пошли кухню разводить все готово уж полный боекомплект вот и вот и Продолжение следует...